Если дети просто играют, то зрение ухудшается, у них ухудшается словарный запас. Интернет может помочь, например, если ты ищешь какой-то город, ты просто спрашиваешь, пишешь, и он тебе выдает. Также ты можешь общаться с дальними родственниками. Так о всемирной паутине откликаются ученики четвертого класса школы номер 17. Они специально пришли в библиотеку имени Пушкина, чтобы отметить Международный день без интернета в веселой компании. Для них библиотекари приготовили интерактивную программу «У книг сигнал не пропадет». Самый все-таки надежный источник информации – это что? Ну, книги. Книги, да? Но книга может быть не только источником информации, книга может быть источником коллекции. Впервые Международный день без интернета начали проводить в Англии в начале 2000-х. Буквально за несколько лет эта традиция распространилась по всей планете и с годами приобрела большую популярность. Главная цель этого праздника – отвлечь людей от интернета, от глобальных сетей и вернуть их в реальную жизнь хотя бы на один день. Ну и мы говорим ребятам о том, что как важно общаться с людьми вживую, а не в контакте, да, не в виртуале. Как важно просто улыбнуться человеку, а не послать ему смайлик, да, как важно погулять по улице. Сотрудники библиотеки приготовили для юных гостей несколько творческих мастерских. На площадке «Краски зимы» ребята узнали о нетрадиционных техниках рисования и создали коллективную работу. Также школьников пригласили принять участие в фотозонах «Книжное костюмерное» и в букфейсе «Книга-лицо». Но больше всего юным читателям понравилось изучать коллекцию необычных книг. Там были книги с разными звуками, которые описывали книгу. Еще были книги такие мягкие, которые сделаны из шерсти. Еще такие книги, где надо было усыпать пальчик, и там лица двигались, животных там и разных людей. Также на акции ребята узнали, как проводили досуг наши предки и поиграли в игры советского периода. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.